здравствуйте дорогие друзья с вами сегодня михаил добро пожаловать на наш канал и сегодня мы хотим показать вам наш обзор и из покупок винтажных винтажной лавки которые мы сделали так и начну пожалуй с этой броши до в обзоре я заметил что этот кончик металлический немножко от отломался честно говоря братья и не хотел она почему-то очень понравилась регине такой как я не знаю виде рога рога и может рок изобилия такой не знаю даже да сперва мне показалось как такой полумесяц формы очень красиво конечно сделано листочки отделка идет ряд кристалликов мне на показалось очень старенький а может быть даже антиквар да вполне вероятно это у нас такие маркизы прекрасно сияют под цвет а до аметиста аметистовый цвет такой них ну да и так вот брошь выглядит с обратной стороны тоже красиво да я даже не могу понять как правильно носить в принципе с или так вот как бы или так по идее да ну собственно говоря да кстати резонанс на какая-то брошь столько споры возникли какие-то комментариев столько много на удивление переживать именно кого не обижаемся все правильно каждое свое мнение мы на вас совсем не обижаемся я обращаюсь а кирине мустафиной с удовольствием читаю все ваши комментарии на них я всегда отвечаю да спасибо ну вот понравилось мне это брошь почему-то очень следующая наша находка такой орешек арахиса ну тут скорее всего орешка нет сам как бы этот а честно говоря я подумал еще даже в лавке что там есть такие крепления может действительно там он должен был как подвесочка находиться такой орешек честно говоря не знаю но вот усыпано так все кристаллами видно что сделано очень добротно качественно покрытая эмалью тяжеленький да довольно тяжелым крепление под кулон и вот с обратной стороны вид такая брашировочка делает такой наш орешек так сказать натуральным очень красиво очередная наша находка это виде брелка по всей видимости лишь армины ли шармика скорее если он крупноватый для брелочка то что как говорится надо трамвайчик в золотом тоне с квадратными кристалликами маркировки на нем не обнаружил да следующая находка это сапожок в виде подвески или кулончика даже не знаю с обратной стороны мы видим название возможно это имя нам по моему да женская еще попадался один такой же сапожочек тоже реалистично так выполним похоже да на улова следующее приобретение такой кулон виде египетского божества я сказал бы такие настенные рисунки птичка ну египетская тема многим нравится мы тоже с удовольствием приобретаем когда находим если что-то связано с египтом так это у нас идет кулон в интернете написано было что он редкий а вы нашли подобный он почему-то редкий там было серебро просто я не думаю что это серебряно не похоже такой точно тоже смотрю тема египта он жучок с корабель так он выглядит с другой стороны вид сбоку без маркировки ну раз раз пошла тема египта продолжим кулон виде сердечко такой лик возможно фараона царицы оправа сердечко имеет ведь и цветочки идут очень красиво гармонично и так с обратной стороны выглядит кулон тоже маркировок я на нем не вижу брошь снежинка или цветок с кристаллами вишневого цвета очень мне понравились здесь такие лучики одни короткие они длинные оправа у нас в таком приглушенном золотом тоне так брошь выглядит с обратной стороны маркировку я не вижу судя по всему иголочку заменили и по обратной стороне можно сделать предположение что это брошь была изготовлена в середине 50-х годов прошлого века следующее наше приобретение находка такой кулончик необычной формы так он выглядит с обратной стороны без маркировки я только вот тут дочка что-то поискала немножко говорит что это как бы связано с буддизмом и возможно это какие-то узоры это обозначают с буддой связано с буддизмом непалом там что-то просто очень понравилась форма 20 век предположительно 90-е годы прошлого века и металл какой по-моему я говорил это латунь да скорее всего это латунь да сейчас мне Ольга поможет показать очередную находку браслет в виде таких да ну само собой Ольга это наша дочь и и ты меня сбилась что я хотел сказать ну ладно покрыта эмалью не знаю такие крылышки бабочки а может такие листочки прекрасная цветочка как бы это можно назвать да ну давайте я попробую его снять так он снимается спасибо большое за помощь мне и так он смотрится как я уже сказал здесь покрытие эмали здесь идет золотой тон здесь такая пружина которая отжимает изделие открывает и закрывает маркировки я на ней не обнаружил ну красиво хочу немножко вам показать наше следующее изделие так мы нашли как оно делается представляете такая специальная горелка мастер за стеклышком такой обжиг делает интересный да очень действительно интересно там до конца если смотреть долго наверное будет называется оно lamp work glass по-английски ну достаточно интересно ну да и вот как бы регина нашла с дочкой что так была изготовлена эта бабочка это изделие в виде кулона с креплением таким да достаточно интересная работа изделие получается прекрасно как ты грешенечка малахит я так думаю мы думаем что это малахит довольно крупные тяжелые довольно тяжелые да и ну скорее всего это уже такой знаете есть такие умельцы в такую оправу проволочную все это заключают и получается кулон да интересные такие узоры да очень красиво и загадочно привода так все вписывает в камень так это у нас смотрю микро мозаика брошь цветочки с листочками оправа имеет золотой тон можно увидеть как все это сочетается красиво как устанавливается очень кропотливая работа ты мне еще регина говорила что чем мельче вот эти мозаички мозаики вот эти кусочки тем она как бы ценнее да это изделие да так выглядит брошь с обратной стороны италия ну и очередная конечно друж за дружкой они пошли брошь микромозайка это она уже более крупнее сюда уже больше цветов вошло даже посмотрите оправа имеет золотой тон и в оправе тоже имеется но это скорее всего уже не микромозаичная работа честно я забыл как она называется когда срез идет такой изделие ну видно да что она более так больше в ней работы как бы точнее сказать хочу заметить что солнышко у нас нет сегодня да и не предвидится целую неделю будут идти дожди надвигается шторм на нас если слышно идет такой неними смысле не идет циклон шум ветра но обещают и дождь дочь соответственно не моросящий будет ну да обещают ливень могут оставить без света да уже пугают нас тем что могут оставить нас без света конечно по таком ветре будут порваться провода но ничего тоже здесь у нас с обратной стороны идет иголочка в виде булавки крепления без маркировки ну судя по всему возможно это тоже Италия конечно кулончик с прекрасным букетом цветов в золотое праве с обратной стороны мы можем увидеть маркировку от компании Avon и крепление под кулон сейчас хочу вам показать какой такой браслет тоже вот Ольга мне помогает с его показом необычное видите плетение плетение и в конце такие красивые как бочонки сделаны крепления ну и сейчас немножко хочу продолжить показ браслета да по моему на на этом крабике замочки я увидел пробу 925 ну честно говоря не знаю может только крабик серебряный а может все изделие покрыто серебром или же из серебра да это изделие очень такое интересное скажу вам и Регина мне сейчас прочла немножко истории но хочу обратить внимание что история немножко так разная что меня тоже удивило ну давайте сначала мы посмотрим на этот великолепный бант брошь усыпан весь кристаллами с покрытием аврора бареалис такой нежно зеленый цвет и даже он его цвет меняет очень красивое изделие сама права имеет серебряный тон если не ошибаюсь такое у нас покрытие забыл как оно называется родиевое покрытие что придает оправе и самому изделию такой долговечность более долговечнее оно и что хочу сказать вот компания ром сразу мне вспомнился ром напиток алкогольный и ром был такой режиссер советское время что-то мне вот да ну вот мне регина напомнила то что подсказала вернее прочитала то что оказывается компания ром с короной сверху и копирайтом была канадская онтарио да по моему из онтарий музей по моему они делали куб королевский музей они делали копии из этого музея до 20 лет до канадская компания просуществовалась 77 76 по 99 прошлого века а вот как мы видим без короны и копирайта ром это оказывается да а эти этот бренд был зарегистрирован в 1993 году в сша и закрылся в 1999 я так понял что никакой связи между ними в общем то ним нету кроме вот такого названия компании но как бы и небольшая такая как бы история интересна тем что наверно наверное схожесть все-таки в компании название компании а так это эта компания была сделана сша и штурничка ты еще верила что являются очень редкими они являются что-то счастливое приобретение эти броши с пометкой ром для коллекционеров старинных украшений да очень интересно качественных материалов они сделаны ну да вручную являются коллекционной редкостью ну действительно красивые красивые изделия да и следующая наша находка считаю это как бы как это можно назвать риночку до шедевр нашего показа браслет виде змеи это редкая находка очень редкая видите да считаю это безусловно удачная находка с обратной стороны мы увидели маркировку с внутренней стороны да вот она олег кассини 1964 год их копирайт хочу немножко добавить что олег кассини был он родился в 1913 году папа его да в париже отец его был дипломатом российским а мама его была а мама у него была итальянская графиня графиня а ее звали маргарита кассини это он взял мамину фамилию получается а папа александр лаевский а папа александр лаевский все его детство ну когда ему было мало лет они все путешествовали из россии в данию как там написано ну да это неудивительно то в россии были члены во всей семьи были аристократами да и судя по всему наверное не когда началась революция не нами и уже остались в европе поскольку наверно отец дипломат и наверное там и наверно недвижимость была судя по всему и что насколько еще помню он выехал он в сша да в 1942 году он стал гражданином америки служил даже в армии береговой охране а в конце после войны в 1945 году он по моему уехал в нью-йорк и открыл свое дело но настолько так был такой популярен настолько так прославился что он был личным дизайнером и кутюрье самой Жаклин Кеннеди он был таким там описывает лавеласом в кругу женщин там множество актрис такой красивый интересный мужчина одним словом слов не подобрать да и умер он в 2006 году и его дом в доме Тиффани оказывается он еще и дом а этот дом купил у Тиффани а Тиффани это же известная компания да вот это Тиффани ну то есть безусловно он был очень богатым человеком известным у него еще был брат по моему даже Игорь и настолько интересный человек и они тут и в защиту индейцев выступали какие-то пожертвования он с братом собирал потом он он очень да в защиту животных выступал он сделал искусственный мех из микрофибры по моему если не ошибаюсь чтобы не убивать животных он все это сделал искусственно но он был настолько натуральным этот мех он практически ничем не отличался такая вот история прекрасная считаю находка удивительная Олег Кассини безусловно великолепная биография я конечно только малость рассказал что запомнил и так браслет выглядит на руке очень красиво очень реалистично на этом дорогие друзья наш обзор подошел к концу я хочу вас поблагодарить за просмотр за поставленные лайки за подписку на наш канал всего вам доброго и до новых встреч до новых встреч всё как у нас на